и так ну что ж ариа рума и маленькие любители покушать и исследования космоса у микрофона как всегда ваш покажу слугам амуру и это великолепная игрушечка факторио самонов красторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорить произошли кое-какие маловальские изменения я как хотел бы его сюда нефть провел небольшой нефтепровод и дальше уже с нефтью мы будем делать здесь уже на орбите кое-какие манипуляции а также я сделал небольшую системку по добыванию космической воды которая выявила главный недостаток нашей базы здесь не хватает катастрофически воды которая могла бы нам пригодится именно здесь сожалению все упирается в мощность единственные доставочные пушки которые доставляют все эти бочки и чтобы ускорить нам придется и здесь несколько размещать но пока что пока что у нас не запущено основное производство я не вижу в этом необходимости главное что трубопровод с космической водой здесь успешно работает но в этой же серии я хочу продолжить заниматься тем что буду подготавливать все необходимое для производства нового типа колбочек и как раз сейчас нам предстоит заняться вот этим вот компонентом виде охлажденной терможидкости первый компонент космическую воду можно сказать что мы успешно сделали она добывается и она существует это вообще не проблема дальше идет тут попутка которая делается из нефти воды но все это есть и здесь мы можем успешно это делать я планирую все необходимые компоненты которые здесь есть делать уже на космической станции но я не предусмотрел того момента что не теперь работающий завод отказывается строиться на космической платформе почему непонятно а нефтеперегонку я могу делать только в нефтеперерабатывающем заводе и в биохимическом центре услышать а биохимический центр мне доступен так что я могу его здесь сделать попробовать давайте этим сейчас и займемся тем более что все необходимые компоненты имеются за кадром я сделал себе вот такую большую космическую фабрику по сути это тот же самый космический сборочный автомат только способный сделать большее количество различных компонентов готова два биохимических центра я сделал и тогда в таком случае пойдемте все размещать пока как-то это так будет и здесь я вижу гораздо больше ресурсов для крафта нежели там было получается первый компонент это попутка ты дыши она готова и сейчас сюда надо подвести провода трубы так и попутку получается будет выходить вот от седова и допустим заходить в большой резервуар а уже из резервуара будет идти остальная разводка теперь попутка и космическая вода превращается в том же самом биохимическом центре в химический гель попутку я как-то сюда буду доставлять и останется космическая вода и химический гель ну давайте тоже наверное складировать дальше тему с биохимическим гелем закончили и нам здесь нужен мазут кстати из которого мы могли бы получать попутку слушай а может быть мы так и будем делать здесь в любом случае мы будем получать попутку а также мазут и дизель дизель нам не нужно мы его будем дальше перерабатывать а вот мазут дальше будем использовать перегонка дизеля в попутку идет здесь же таком же биохимическом центре не самые хорошие новости ведь так мы затратим большее количество ресурсов поэтому пока что наверное буду я излишки сжигать под не могу да ладно то есть и сжигать здесь не могу топлива а вот это это вообще в корне меняет планы мне конечно есть парочка вариантов как бы избавиться от этой вот всей ситуации с с нефтью на астероиде то есть я мог бы сюда в чистом виде доставлять мазут но не знаю насколько это правильный выход из ситуации ну допустим с помощью биохимического центра я могу избавиться от всего дизеля но то что делать с лишним мазутом только использовать его вот в этом крафте то есть мне нужно сюда еще и сера железо имеет допустим я сюда доставлю не так уж и много и в принципе серой месте нужно для серы я уже все подготовил на наивисе то есть я для нее сделал еще одну отправочную станцию вот она здесь существует немножечко я изменил здесь подход к логистике проводов и я думаю это гораздо более правильный подход вот такая вот компоновка логики то есть немножко другое распределение проводов позволит мне размещать большее количество этих доставочных пушек в нужных масштабах главное что сейчас я подключаю это все к терможидкости и делаю новую доставочную позицию для этого безобразия все я запустил серы уже здесь имеется а это значит лишь только одно для того чтобы запустить вот этот крафтами у меня уже почти все готово нужно лишь биохимический центр который есть наличие терможидкость при 25 градусах теперь мне осталось запиховывать сюда нужные мазут и вот эту жидкость и мазут желательно запиховывать через небольшой буфер который я сейчас здесь размещаю в виде такого небольшого-большого резервуара сейчас нужно будет проконтролировать момент по количеству и соотношению ресурсов чтобы всего везде хватало и конечно же нужно первым делом доставать отсюда всю эту жидкость и в первую очередь я хочу это сделать с помощью логики небольшой как я понимаю в процессе переработки у нас жидкость будет оставаться то есть мы ее охлаждаем используем и потом она нагретая где-то потом используется а значит то что нам постоянно воспроизводить эту терможидкость нет необходимости вообще никакой и допустим назначу такое условие то что он включается на 25 тысячах любого материала а любой материал здесь это только терможидкость и таким образом здесь бак будет наполовину наполнен постоянно терможидкостью с небольшим запасом и сейчас нужно мне поконтролировать буквально немного как будут происходить у нас здесь дела я вижу то что все упирается в нехватку опять-таки воды кислорода у нас еще в принципе на 30 минут так что пока что отправляться обратно на землю я не буду есть как никак возможность еще дальше использовать эту терможидкость дальше эту терможидкость которая здесь есть нужно запиховывать в реакторы тепловые 23 и в них уже эта терможидкость будет охлаждаться она охлаждается до минус 10 по цельсию и хранится в резервуарах есть конечно небольшие у меня претензии к сборочке можно было мне кажется этот нюанс доделать доработать то что допустим эту терможидкость не могу хранить в обычных резервуарах как-никак они без какой-либо теплоизоляции и как мне кажется это немножко неправильно то что мы жидкость при определенной температуре просто так вот в железных бочках ты храним но кто я такой чтобы указывать как правильно это делать разработчиком сборки временем у нас здесь появляется прохладная терможидкость это мне конечно же не может не радовать и для нее пожалуй я тоже такое же логическое условие сделаю чтобы этот бак наполнялся только на половину на всякий случай и вот этот условие можно сказать то что выполнено ура останется всего лишь до ничего сделать модуль эффективности и данные о машинам обучения начнем пожалуй с них для их создания нужные суперкомпьютеры кстати на секундочку да и также прохладная терможидкость хорошо что с нее мы и начали и вот так вот по созданию получается весь этот производственный цех то есть первое основное нужно разместить 32 сборочных автомата чтобы он весь вот этот цех перерабатывал это мне нужно лететь в любом случае на наивис и организовывать поставку стекла кремния и железо в такой же примерно масштаб как он организован и вот здесь вот по сути я могу вот это даже безобразие скопировать и как-то вот так вот разместить и вместо пластика здесь будет обычное железо слушайте а зачем мне размещать их 32 если по сути мы можем сделать то же самое в космических фабриках в меньших масштабах по моему это наилучший вариант и давайте этим займемся только единственный нюанс то что нужно большое количество этих фабрик они требуют большое количество электромоторов которых у меня с данный момент с собой к сожалению нет поэтому в любом случае направляюсь на наивис доделываю все необходимые крафты уже только после с вами встречаемся после того как мы с вами сделали вот здесь вот систему с терможидкостями их нужно было где-то использовать для этого здесь я подготовил систему где суда доставляются три компонента загружаются в космические фабрики из космических фабрик уже выходят необработанные субстраты и мусор необработанные субстраты дальше идут в центр обеззараживания где обеззараживаются благодаря химическому гелию полученного здесь же после эти полученные карты смешиваются опять-таки в космических фабриках и уже конечный результат вот эти вот чистые карты памяти идут в суперкомпьютеры которых уже и фигурируют два отдельных контура сюда я подвожу прохладную терможидкость а вывожу отсюда теплую терможидкость которую виду в обратном направлении здесь она помещается в тот же самый резервуар где она снова охлаждается и идет так по замкнутому кругу этот цикл полностью замкнутый успешно работает благодаря чему у меня здесь успешным образом получается производить данные о машинном обучении к сожалению по бушным продуктом и здесь тоже является мусор и от мусора здесь очень скоро придется каким-нибудь образом избавляться везде всего скопилось немереное количество есть у меня парочка идей как от этого надо будет избавляться но об этом чуточку позже но дальше была создана небольшая такая системка где капсула доставочные пушки суда все доставляют и в космические фабрики уже создаются в необходимых масштабах модули эффективности здесь также они смешиваются с синими такими процессорами и все это идет успешно вот сюда вот космические фабрики где уже будет происходить весь оставшийся процесс пришлось мне немножечко систему со стержнями перенести правее но я думаю в этом ничего такого страшного особо нету а также здесь финальная часть это еще один небольшой такой цех космических сборочных аппаратов с конвейерами и все по сути вот эти вот все космические фабрики должны производить у нас по сути вспомогательные исследовательские пакеты здесь для них тоже нужна прохладная жидкость и по сути здесь такая же система как и вот здесь вот сюда подводится прохладная а нагретая жидкость уводится отсюда по тому же каналу помпа которые здесь размещены они здесь выполняют роли клапана чтобы на всякий случай предотвращать непредумышленное куда-либо попадание жидкости и как только я вот этот конвейер здесь размещу вот таким вот образом эти космические фабрики начнут работу постепенно помаленьку все это зафигурирует и в этом сундуке у нас начнут складироваться вспомогательные исследовательские пакеты я к этому чрезмерно долго шел по сути на данный момент затрачено на игру 130 часов для того чтобы дойти до этих колбочек я потратил 130 часов я очень много времени потратил на то чтобы достигнуть этого это невероятная победа и я чрезмерно рад что у меня это вышло благодаря этим колбочкам наконец для меня станет доступно вот это изучение и благодаря нему я смогу наконец-то наладить сундуки смогу обеспечить себя необходимыми материалами ресурсами сделать нормальный мол на дронах чисто и вообще будет гораздо гораздо легче во всех областях но я надеюсь то что сейчас мне останется в последний раз что-то загрузить в ручном формате ну а дальше надеюсь со всем буду справляться уже дроны у нас также здесь как вы можете наблюдать копятся и вот эти вот бесполезные карты но как я вижу здесь мы можем от них избавляться здесь они будут превращаться в чистые карты памяти и мы сможем их пускать вот вот в этот сундучок если сделаем здесь дополнительно перепроизводство пока что я вот эту приостановлю по сути мне вот этого количества колбочек которые произведем и здесь с вами должно хватить для изучения вот этой технологии и по сути не хочу я перерасходовать ресурсы и можно будет заняться их повторным производством там шансы 70 процентов и все то что не перепроизведется превратится в мусор но от мусора мы же как-то будем по-другому избавляться давайте я все это сюда сейчас запиховываю и изучение постепенно пошло и вот этих вот масштабов лабораторий вообще хватает с полной я вообще никаких по сути проблем не испытываюсь то что их как-то маловато но пока я буду пытаться делать вот этот перепроизводство вот наконец-то изучилась вот они мои родименькие сундуки как я этому рад но по полному я их использовать смогу уже на земле я не знаю насколько сильно здесь их необходимость имеется подготовила суперкомпьютеры решил не мы заморачиваться ту же самую прохладную жидкость здесь пустил и отработанную в этот же цикл засунул по сути ничего такого серьезного здесь произойти не должно и все должно пойти по плану и сейчас нам нужно лишь подумать необходимое соотношение и ресурсов и суперкомпьютеров я вывел такую тлению конвейеров но я понимаю то что немножечко некрасивно зато я уверен что чистые карты будут попадать в обратку но от от всего остального мусора сейчас нужно будет пытаться как-то избавляться и чтобы вот эта система не захламлялась я сделал здесь логическое условие то что вот эти будут космические фабрики работать только когда в этом сундуке будет не хватать чистых технологических карт ну а пока он будет работать вот и вот эти вот сломанные карты мы должны будем куда-то девать девать их не могу никуда иначе кроме как использовать вот здесь вот в небольшой такой системке чтобы весь мусор складировать опять-таки вот в этот сундучок для этого не потребуется центре переработки и размещение их вот здесь вот вот этот рецепт немножечко по-холокозному конечно я все это разместил но главное что технологические карты я уверен что сюда будут загружаться и весь мусор отсюда тоже будет выгружаться все готово и получается эту систему полностью запутан а значит я могу вот здесь вот во первых создать небольшой буфер поскольку уверен что он здесь понадобится в обязательном масштабе и запускаю всю эту систему чтобы она работала ведь я уверен что теперь она будет целиком полностью работать без нашего участия абсолютно в нужных мне вариациях единственный затык в этой системе это большое количество мусора который здесь складируется и связи с тем то что его реально здесь многовато временным решением я размещу пожалуй здесь вот еще один склад пока временным вариантом я вот с этим вот все мусором который здесь у меня есть делаю вот так вот думаю ничего серьезного в этом нету немножечко заглядеть никому не повредит но потом здесь будут наверное стоять космические пушки которые уже будут этот мусор отправлять допустим на на ивис где они уже и будут перерабатываться но сначала нужно же конечно же решить вопрос капсулами доставочной пушки и чтобы это нормально работало но самое для меня главное сейчас это то что вот эта система работает без боев и здесь хранятся без боев все эти вспомогательные исследовательские пакеты благодаря им я могу теперь взять вот этот вот синий свой любимый сундук прилететь вот в это место где хранятся у нас все эти исследовательские лаборатории допустим взять вот его здесь поставить приготовить небольшую схемку и запросить вот в этот сундук 200 вспомогательных исследовательских пакетов когда я сделал здесь вот такой вот запрос это значит лишь одно то что со всей базы с любого сундука красного или желтого или какого-либо другого цвета будут транспорта и дроны доставлять этот необходимый рецепт если он конечно же в них имеется и доставка будет упираться лишь две вещи это первое если такой предмет в красных сундуках как мы видим сейчас горит красным а все потому что вот этот сундук из которого они должны были бы брать не в сети они в сети он только по одной причине у нас там нет необходимый трон станций но это ничего страшного ну и вторая причина это нехватка дронов которых к сожалению на этой станции не такое большое количество как хотелось бы но это вопрос решаемый и с помощью космических кораблей думаю это очень быстро даже решится так трон сеть создаю а значит вот этот сундук будет постепенно разгружаться в идее я все то что хотел на космической станции сделать получается вот это сделано и это сделано и вспомогательный исследовательский пакет тоже сделал даже сделано противометеоритная защита сейчас можем отправляться на ивис тем более что тут уже заполнен сундук оказывается с бочками я вижу тут тоже большая проблема и и с ними тоже нужно что-то делать и эту проблему тоже надо как-то решать чем раньше тем лучше но этим и мусором на космической базе я думаю мы уже займемся в следующей серии то что касается этих я постараюсь по возможности изучить все то что нам доступно я понимаю то что космические исследовательские пакеты пока что нам недоступны в плане производства все потому что я снес его производства но этот вопрос решаемый и я думаю рано или поздно я их производства возобновлю тем более что их там слишком большое количество благодаря чему я думаю плодами того что было раньше я смогу пользоваться еще очень долгое время ну и в плане небольшой подготовки следующей серии я вот здесь подготовил небольшую добычу связанную с добычей урана то есть здесь приезжают нас пояс с серной кислотой и здесь стоят буры которые добывают этот уран серная кислота банально разгружается а уран успешно добывается по сути то же самое что и вот здесь вот с редкими металлами вообще по сути никаких различий за исключением того что урановая руда она радиоактивна и к ней лучше не подходить но то что связано с ее дальнейшей переработкой будет уже в следующих сериях в таком случае пожалуй пока что на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона было как всегда ваш покожий слуга вам ору и это великолепная космическая база это все всем удачи всем пока пока пока